Продолжение следует... Но перед тем, как передать слово Виталию, я, как всегда, хотел бы сделать акцент на тех ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на сайт Директ Академии, и там располагается наше расписание, глобальное расписание, не только расписание на неделю текущую, но и расписание на весь учебный год в интерактивном виде. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, который в расписании уже присутствует, и потом вам придет уведомление в тот день, когда этот вебинар будет проводиться. Наш вебинар записывается, и он появится на нашем видеоканале в Ютьюбе. Это вторая ссылка. Предлагаю вам подписаться на наш канал, чтобы быть всегда в курсе того, какие записи вебинаров на нем публикуются. Третья ссылка ведет на нашу страницу с предложением наших онлайн-курсов. Приходите на наши онлайн-курсы и обучайтесь. Мы подобрали интересных авторов для вас. Ну и, наконец, последняя онлайн-ссылка ведет на страницу сертификатов, где рассказано, как получить сертификат за посещенный вебинар. Сертификаты по данному вебинару будут доступны в течение часа после окончания данного вебинара. Вот, собственно, и все. А, да, я хотел бы, как всегда, представить вам те вебинары, которые нам предстоят еще на текущей неделе. Сейчас я скопирую их в чат. На текущей неделе у нас еще предстоят три вебинара. Напоминаю, Директ Академия работает каждый день. Каждый рабочий день у нас выходит по вебинару. Завтра, в среду, в 15 часов, обращаю внимание, в 15 часов состоится вебинар онлайн-сервисы для совместной работы с читателями. Проведет Марина Орешко, наш постоянный ведущий вебинаров. В четверг я проведу вебинар издательства Директ Медиа и преподаватель работаем вместе над электронным учебным изданием. Это вебинар для тех преподавателей, которые хотят стать авторами электронных учебных изданий. Ну и, наконец, в пятницу, в 12 часов, тоже постоянный наш ведущий Татьяна Телегина проведет вебинар «Скопус полезности для публикации». Так что можете прямо отсюда зарегистрироваться на наши вебинары. Ну а сейчас я приглашаю на связь Виталия сам и буду наблюдать за тем, что происходит. Виталий, прошу. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сигейна Виталий Станиславович. Раз вас приветствую и скажите, как слышно меня, хорошо? Хорошо. Итак, все, слышно видно меня, хорошо? Я бы хотел сегодня поговорить на вебинаре о том, как можно удобно работать с видеоконтентом и использовать самые простые для этого инструменты. То есть рассмотрим на примере YouTube. И для того, чтобы я мог провести сегодняшний вебинар, мне бы хотелось бы узнать, у многих ли есть у вас Google аккаунт и пользуетесь ли вы YouTube. Итак, первый вопрос давайте проведем. Напишите в вопросе, пожалуйста. Видно мой вопрос, чтобы мы могли дальше строить. Так, 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 так. Все здорово, дорогие друзья. Поэтому вижу, все написали плюсики. Я просто еще не запустил вопрос. Попробуйте нажать здесь, здесь есть, есть, есть. Так, хотел сказать четко, здорово, что практически у всех есть свои каналы. Поэтому я буду тогда на большую часть слушателя работать и рассказывать для тех, у кого есть YouTube канал, и как можно оперировать своими видеоуроками или теми уроками, которые вы находитесь в сети. Меня как-то несколько лет назад поразила статистика, связанная с тем, что за одну секунду, за каждую секунду на YouTube заливается 60 часов видео. То есть вы можете посмотреть, насколько большой массив данных заливается на YouTube. и, к примеру, то, что вебинар начался 6 минут назад, за это время уже залилось, ну, сотни, а то и тысячи часов видеоконтента на YouTube. И есть, конечно, у вас возможность записывать свои уроки, но можно брать готовые и с помощью уже готовых видеоуроков выстраивать свой обучающий курс. Да, конечно, для этого можно взять Learning Management System, загружать эти видеоуроки и так далее. Но можно пользоваться и встроенными средствами, которые предоставляет нам YouTube. Поэтому следует... первое, что мы сегодня будем изучать, это то, что в YouTube есть плейлисты. Я запущу еще небольшой один опрос, связанный с тем, что в серии используют плейлисты на YouTube. Итак, здорово. Большая часть пока еще не используют плейлисты на YouTube, и поэтому сегодняшний вебинар, надеюсь, придется вам кстати, потому что это очень полезное устройство, которое позволяет... Итак, 75% не используют данный полезный инструмент. Я вспоминаю то время, когда я студентам еще... для своих студентов подбирал различные видеоролики по физике, математике и программированию, и запускал их непосредственно со своего компьютера, коллекционировал эти видеоуроки в одном месте, потом в одной папочке на своем компьютере, потом со временем мне уже не хватало терабайтного линчестера, и я заметил, что такая функция есть уже в YouTube. То есть вы можете создавать свои плейлисты и добавлять туда либо свои видеоуроки, либо те, которые вы находите и считаете полезными для своих обучающих. И сегодняшний вебинар мне бы хотелось бы посвятить еще тому, какими будут в будущем, на мой взгляд, интеллектуальные обучающие системы. То, что мы наблюдаем в развитии Learning Management Systems, в системах обучения, это еще зачаточная стадия от того, что предполагается. Ведь мы запускаем наших учеников на курс, и они проходят все по общей траектории. Но если мы заранее спроектируем систему таким образом, чтобы она адаптировалась под знания каждого обучаемого, то тогда мы сможем развивать сильные стороны каждого обучаемого и не зарывать на корню те таланты, которые могли бы быть развиты при индивидуальном подходе. То есть я больше акцент делаю на индивидуальное обучение и показываю, как с помощью удобных сервисов можно проводить занятия в группе и каждому находить индивидуальный подход. Итак, поехали. Немножечко я сделал принтскринов. Для того, чтобы... Давайте, ребят, кто присутствует на сегодняшнем вебинаре или смотрит наш вебинар в записи, пожалуйста, делаем то, что я вам буду сегодня показывать. То есть заходим на главную страницу YouTube, и слева мы видим библиотеку. Библиотеку может хранить все ваши видео, которые вы загружали, или те видео, которые вы добавляли с других каналов. Итак, первое, что нам необходимо нажать... Я сейчас сделаю акцент. Так, секундочку. Первое, что мы нажимаем, это вот здесь слева сверху кнопочку в всплывающем окошке нажимаем на библиотеку. Поэтому, друзья, если кто-то пробует сейчас сделать то, что я показываю, было бы здорово, если бы вы каждый прислали в чате ссылочку на свой YouTube канал, который у вас появится сверху в окне браузера. То есть вот здесь. Итак, для Надежды Олеговны говорю, если у кого-то нет своего канала, вы можете... вы можете его создать буквально за 3-5 минут. И я прошу не отвлекать сегодня тех, у кого еще нет YouTube канала, или вы еще ни разу не работали с YouTube. Потому что это отдельная тема, и для этих слушателей я отдельно отвечу после вебинара или в рамках своего курса. Поэтому после проведенного опроса я понял, что у 90% сегодняшних слушателей есть YouTube канал, и 75% слушателей не умеют работать с плейлистами. Поэтому сегодняшний вебинар... Вот здорово, здорово. У нас Евгения Юрьевна сейчас создала канал. Поэтому это делается буквально за 30 секунд. Если у кого-то нет своего YouTube канала, пожалуйста, зайдите, нажмите кнопочку Создать, и вы подпуститесь к нашему сегодняшнему движению и будете наравне со всем. Поэтому после того, когда мы нажали на библиотеку, мы возвращаемся во вкладочку Плейлисты. Вы видите, допустим, принтскринт с моего канала. У меня уже собрано порядка двух тысяч моих собственных видеоуроков. И я стараюсь находить авторов, которые подходят с воодушевлением к преподаванию математики, информатики и программирования, и добавляю в свои плейлисты видео этих авторов. Поэтому я вас и просил прислать ссылочки в чате на свой канал на YouTube. Да, давайте я как бы сделаю это первым. Я захожу на YouTube, да, и нажимаю на кнопочку «Мой канал». Библиотека, канал, плейлист. И вот я скидываю вам ссылочку. Так, Надежда Олеговна прислала нам свою ссылочку. Вот, пожалуйста, ссылка на мой канал. Я прошу это сделать для того, что в процессе сегодняшнего занятия мы пообмениваемся друг с другом видео, и те преподаватели, которые работают в одном направлении, смогут объединиться и работать совместно уже над каким-то курсом. То есть я хочу заметить видео курсы. То есть если вы когда-то видели, как продают видео курсы, их упаковывают в коробочку, записывают на диск и отправляют. Я считаю это уже в том, что нет. Ведь вы все можете создать свой список необходимых видео для прохождения определенной дисциплины и упаковать это таким образом, что это будет доступно в вашем случае. Да, если кто-то хочет продавать этот курс, есть маленькая кнопочка, потому что бы не делать этот плейлист общедоступным. И вы можете уже после продажи, после того, как вам оплатили за ваш видеокурс, открывать доступ по этой ссылке. Итак, здорово. Мы уже, несколько человек, я вижу, у нас сегодня активную, обменялись ссылками на свои видеоканалы, и вы можете видеть на канале каждого пользователя. Давайте, к примеру, сейчас зайдем к Ларисе Анатольевне, посмотрим, что у нее на канале. У Ларисы Анатольевны всего лишь один плейлист, это понравившиеся ваши видео. Поэтому, когда вы работаете и нажимаете на кнопочку видео понравилось, это уже у вас есть первый плейлист, который заносится в понравившиеся ваши видео. И поэтому мы можем видеть уже, чем интересуется Лариса Анатольевна. Кто еще нам пришлет? Ага. Итак, кто-то пишет, что на рабочем компьютере запрет на YouTube. Но в Китае вообще полностью запретили YouTube. И мы должны понимать, что если мы будем работать с современными инструментами, это как бы будет плюс. А если мы будем, конечно, закрывать, чтобы не занимались ерундой при просмотре различных видео, конечно, это будет, это не будет никакого развития. Ведь человек будет закрывать YouTube, чтобы он не занимался ерундой и работать. А если человек не сконцентрирован на своем деле, то он будет отвлекаться, имея простую листью бумаги, здесь рисовать, а что-то делать. Поэтому давайте, друзья, мы сегодняшний вебинар проводим для тех, кто имеет свой канал на YouTube. Можно использовать подобные сервисы, такие как Яндекс.Видео, Вимео и так далее. Но они имеют ряд ограничений. Пока. Поэтому, если у вас закрыт один из каких-то сервисов, все другие сервисы видеохотника созданы аналогичным образом. Итак, мы сейчас подходим к главной теме сегодняшнего вебинара, это создаем плейлисты. Вы видите наличие у меня плейлистов. YouTube сделал таким образом, что отдельно создавать плейлисты вы не можете. То есть плейлист это своего рода ссылка на какие-то определенные видео. И поэтому, если у вас нет определенного видео, вы не можете добавить его в какой-то плейлист. Поэтому, друзья, давайте, к примеру, выберем любое видео с вашего канала и попробуем расположить на канале в плейлисте другого пользователя. Вот, к примеру, я сейчас выбираю плейлист все свои видео, которые я публиковал. Давайте возьмем их, упорядочим по популярности и какое-нибудь видео добавим к себе на канал. вот здесь где-то для студентов я рассказывал о том, как разбирать определенные примеры и попробуйте добавить к примеру вот это вот видео в отдельный плейлист. то есть у вас сверху появляется у вас после того, когда вы нажмете кнопочку поделиться вот здесь вот здесь поделиться со своими студентами учащимися рядышком здесь кнопочка добавить. Вот это самая важная кнопочка в сегодняшнем вебинаре добавляйте это видео к примеру в кой плейлист. И если у вас еще нет ни одного плейлиста вы нажимаете в появившемся в всплывающем окошечке создать новый и нажимаете его чтобы оно добавилось здесь. Поэтому жду плюсиков от тех у кого получилось это сделать и минус если кому-то надо помочь я отдельно остановлю и расскажу вам. Надеюсь это простое третье действие вы сделали без всяких проблем четвертое действие нажали создать новый плейлист и переходим далее. То есть добавляем какие-то видео которые вы либо записали на занятия либо нашли в интернете либо передали вашим коллегам в определенные плейлисты здесь нет никаких сложностей и хитрости для этого не надо было создавать отдельный вебинар вся суть и вся фишка сегодняшнего вебинара заключается в том что YouTube может автоматически добавлять видео в плейлисты простой пример сзади я провожу несколько занятий бывает их 5 бывает их 8 для каждого обучаемого или для каждой группы обучаемых для которых я создаю этот вебинар я записываю отдельные видео уроки и бывает что за одно занятие я записываю по 7-8 видео уроков то есть в итоге сзади у меня собирается порядка порядка 30 а то и 40 видео уроков которые я записал специально для обучения тем самым я переложил роль репетитора то есть того человек который должен репет повторять одно и то же на компьютер который может без усталости повторять сколько хочешь раз и поэтому залить на канал все эти 40 видео уроков здесь тоже нет никакой сложности мы выделили все видео уроки и залили их на канал и потом приходится тратить часа пол а то и больше времени чтобы рассортировать опубликованные видео уроки в нужные плейлисты например у меня есть несколько обучений какое-то обучение в пятом классе какое-то в седьмом много человек я подготавливаю кугле много человек по математике да и потом конечно же я подверг своих пользователей которые успешно сдали экзамены и стали студентами и то есть фактически каждый обучаемый у меня просто получает уникальный код к примеру в пятом классе у меня учится Иван он получает уникальный код к примеру D138 в седьмом классе он получает уникальный код D187 в девятом классе у меня учатся несколько учеников и они имеют свои уникальные коды мне необходимо после того когда я записал видео видео уроки рассортировать все эти видео уроки плейлисты моих обучаемых для того чтобы когда заходил Иван он видел все свои видео уроки когда заходил Николай он видел все свои видео уроки и когда заходили Маша Иося, Дима и так далее, все мои ученики, которые учатся в 11 классе, они могли в отдельной ссылке, на отдельной странице, они могли видеть свой персональный плейлист своих видеоуроков. Для того, чтобы можно было повторить то, что мы делали на занятиях через час или на следующее утро, повторить то, что мы делали на занятиях перед следующим занятием, и потом в течение следующего периода, то, что от нас требует педагогика, периодически повторять пройденный материал. Компьютер будет делать это, кстати, тоже автоматически. Но это тема следующего моего вебинара, в котором я расскажу про построение интеллектуальных систем и так далее. Хороший вопрос, и вы его время задали. Эти уроки открыты или только для них? Сейчас я когда дойду, о том, когда мы добавляем плейлистами, есть определенные настройки. Поэтому следующее действие, которое мы делаем, после того, когда мы создали плейлист, это заходим в управление плейлистом. По умолчанию этот плейлист будет открытым. Но у меня много ребят, которые не желают, чтобы я показывал, как мы с ними занимаемся, работаем и так далее. И поэтому для них я делаю плейлисты закрытыми. То есть они доступны только по уникальной ссылке и только для них. Поэтому прежде чем работать с данным контентом, вы, конечно, поинтересуетесь у учеников. Хотите, чтобы они видели, как был записан видеоурок и предоставлен это другим пользователям. То есть записывая свои видеоуроки, я стараюсь их делать короткими, под ветки минуты. И чтобы в каждом видео присутствовал только мой голос. О том, как записывать видео, это тоже будет один из следующих вебинаров, а также отдельная тема моего курса. То есть, когда вы запускаете программу записи, есть одна кнопочка. Я люблю эту кнопочку подключать к этому курочку, которым вы любите переключать слайды, когда делаете демонстрацию. И нажимая кнопочку, идет запись. Потом вы понимаете, что сейчас должен говорить куча нит, останавливайте запись. И после этого записанный двухминутный видеоролик имеет только ваш голос и доступен как для того, обучаемого, для которого вы проводили занятия, так и для других. Но если, конечно, в видео присутствует голос обучаемого, то лучше делать это видео для него. Лично. И располагать в скрытом плейлисте. Поэтому мы должны сейчас акцентировать свое внимание на том, как автоматизировать расположение всех видеоуроков по заранее запрограммированным плейлистам. Я посчитал, что за вот этот вот год, который я пользуюсь данной функцией, я сэкономил порядка 27 часов. То есть, каждый день после проведения занятий я сортировал записанные видеоуроки по плейлистам. А потом, когда я увидел, что есть такая кнопочка, которая при обнаружении определенного слова в вашем видео, то есть, к примеру, вы хотите, я вернусь на предыдущий. Это я сейчас как раз расскажу на следующем слайде. Здесь, видите, вот этот конфиденциальность, то, что я только что рассказывал, я как раз подготовил к слайде. Вот есть открытый доступ. Видите? И для тех учеников, или для того курса, который вы будете делать клапан, вы, конечно, делаете доступ по ссылке. И тогда вы сможете продавать этот плейлист, делиться этой уникальной ссылкой. Здесь, конечно, нет защиты на то, что пользователи не начнут делиться этой ссылкой и так далее. Но это уже тема отдельного видео. К примеру, вы можете публиковать каждый раз видео для обучаемых. И важный момент, который вы должны акцентировать, это как будут отсортированы видео для ваших учеников. То есть, если вы работаете над курсом, где все видео уроки должны быть последовательные, и материал должен быть последовательный, изложен, конечно, сначала введение, и потом пошли по порядку расположения этих видео. Первое, второе, третье, пятое. Но если вы располагаете видео для своих обучаемых, то лучше сделать расположение видео в обратном порядке. Ввиду того, что каждый день обучаемый будет заходить либо на свою персональную страницу, которую вы будете располагать на сайте или где-то еще, либо по той ссылке, которую вы ему передали, как открытую или закрытую. Итак, что бы мне еще хотелось рассказать сегодня, это как работать совместно с кем-то на определенном лице. К примеру, если есть сегодня коллеги в математике, или здесь есть те, кто преподает конкретные дисциплины, вы можете написать в чате. Если мы найдем совпадение, что есть несколько преподавателей английского языка, или есть несколько преподавателей математики, мы объедините и попробуем в отдельный плейлист создать плейлист для подготовки к поступлению, либо по разбору какой-то определенной сложной темы, и добавлять уже видео в совместно. Это очень здорово, к примеру, когда я не мог найти какие-то необходимые мне видео, я отправлял ссылки на данный плейлист своим коллегам. И то есть, отправляя ссылку, я говорю, что, дорогие друзья, ну вот нам необходимо разобрать метод на определенных спецификах, или что-то более глубокое по автоматической генерации каких-то заданий и так далее. И я делился тем, что уже нашел. А уже мои коллеги, просматрив этот плейлист, могли добавлять в него те видео, которые они тоже находили по данной теме, либо просто записали и раскладывали свои видео на своем канале, но в мой плейлист. Поэтому плейлист это своего рода ссылки, которые позволяют связать всю эту сложную систему, как я сказал, если за одну секунду заливается на YouTube 60 часов видео, и вот эти вот ссылки, они помогают хоть как-то систематизировать весь этот поток. И этой систематизацией как раз мы можем заниматься совместно. Поэтому попробуем сейчас зайти на вкладочку соавтора, пригласить других пользователей и поработать совместно над каким-то плейлистом. Один нюанс. То есть, если вы делаете плейлист и делитесь с другими пользователями, эти пользователи могут добавить его к себе на канал. Но уже дальше, после того, когда они добавили его к себе на канал, они будут добавлять в него видео, и уже это будет новый плейлист с уникальным URL, и уже поделиться они могут своим плейлистом. Поэтому, если вы даже эту кнопочку не нажали, но хотите, чтобы этот плейлист расширялся, и в нем появлялись какие-то новые видео, другой пользователь вам может уже переслать отредактированный, добавленный, отредактированный плейлист, добавленный видео. Итак, мы движемся дальше и подходим к основному моменту, к тому, как же будут эти видео добавляться автоматически. Но прежде чем мы увидим, как эти видео будут добавляться автоматически, мы должны еще поделиться с нашими слушателями этим плейлистом. Поэтому эта кнопочка доступна, когда вы заходите в настройки, и кнопочка «Отправить». Так же, как вы отправляете один плейлист, как вы добавляете один видеоурок, вы можете отправить ссылочку на целый плейлист. То есть после YouTube появляется такое название, как «Плейлист», это для того, чтобы вы могли отписать, и ему присваивается уникальный номер, которым вы делитесь в эту точку. То есть на будущее. У кого нет YouTube на работе, но вы хотите работать с плейлистами, есть определенная программа расширения для правдива, которая позволяет скачивать одним нажатием все видео в плейлистах. То есть я помню, как-то выкачивал видеоролики с YouTube, чтобы принести на них тем, где было запрещено еще тогда пользоваться YouTube. Я их выкачивал. Интереснейшие ролики с такими экспериментами, которые нельзя проводить в лаборатории. По физике беду их сложности, так как сложности и мы не можем иметь, не может каждый университет иметь в лаборатории в несколько миллионов долларов для того, чтобы проводить такие эксперименты. Но показать их на большом проекторе вы всегда можете. Где найти эти видео? Да, конечно, можно где-то приобретать их, и еще это такой контент. Но по моим наблюдениям все это можно скачать в YouTube или попросить коллег. Или вы даже можете, если знаете, что есть какой-то углеченный преподаватель, зайти к нему на канал, посмотреть, какие у него есть плейлисты. И если вы испытываете какое-то уважение к этому автору, то, вполне возможно, ваши взгляды будут совпадать по этим плейлистам. Итак, к нам кто-то только подсоединился, очень рады. И как раз мы подходим к самому главному, к тому, как мы эти плейлисты можем интегрировать на своего сайта. Это здесь есть кнопочка, рядышком HTML-код. И не стоит пугаться. И уже здесь не нужно особо понимать, что написано в этой ссылке. Вы можете просто этот фрейм ставить, ну, этот текст, в котором обрабатывается стрит, в который вы можете поместить простой блокнот и сохранить как страницу HTML. И тогда у вас эта страница будет открываться уже как интерактивная страница с автоматически обновляемой плейлистом. О том, как добавлять видео на сайт, я бы хотел рассказать отдельно. И поэтому, кому будет интересна данная тема, пишите. Просто важность сегодняшнего вебинара заключается в том, что на основе своих найденных видеоуроков, записанных видеоуроков, в будущем вы можете построить интеллектуальную, я хочу сказать, интеллектуальную, обучающую систему. То есть система, которая будет в дальнейшем помогать вам проводить свои как очные, так и дистанционные занятия. Вы будете использовать то, что записали ранее. Кто-то мне скажет, что, блин, но я каждый год рассказываю все лучше и лучше, поэтому я не хочу использовать пресные виды. Но здесь не надо, допустим, точно так же проводить целое часовое занятие. А можно просто использовать то, что вы сказали для тех ребят, которые не услышали с первого раза, не помнили с первого раза, стесняются переспросить и так далее. То есть на своем видео вы можете отмечать ключевые минуты, секунды, в которых вы рассказываете про определенный момент. И потом не надо садиться и редактировать это видео, вырезать из него определенный момент, и говорить, ну, посмотри вот это. Вы просто дописываете. А в будущем просто говорите, что, к примеру, вы рассказывали о какой-то тему. Я приведу вам, например, геометрии про треугольники. И в последний частный случай корнобедренные треугольники. У них есть свои свойства. И, допустим, новую тему, когда вы возвращаетесь в одиннадцатом уже классе, в стереометрии, и нужно рассмотреть пирамиду, это фигура, которая состоит из нескольких треугольников пространства. И надо напомнить то, что, что такое равнобедренное треугольник, то система, над которой я работаю, в будущем будет распознавать ваш голос. И на основе, как сейчас вы видите, слушая Алисы, Белки и Була, и на основе распознанного голоса находить в ранее записанных видео уроках, когда вы это говорили. То есть вы часто сталкиваетесь с таким случаем, что студенты говорят, вы нам этого не говорили, этого не было. У меня таких проблем нет. Все мои занятия, они записаны. Я очень отношусь внимательно к тому, что я говорю. И я могу всегда найти и вспомнить тот момент, когда я про это говорил. И студентам переслать ссылку, а в Ютубе вы можете делиться непосредственно теми ссылками, которые... ссылки на конкретную секунду данного видео, когда вы это рассказываете. То есть в будущем современная интеллектуальная система будет использовать то, что Ютуб предоставил салузом. Сегодня Ютуб предоставил отдельно аппликейшный программ-интерфейс. И программисты сейчас работают над тем, чтобы вы, преподаватели, учителя, все образователи, которые присутствуют на сегодняшнем занятии, занятия могли использовать свои видеоуроки, чужие видеоуроки, или те видеоуроки, которые считаете нужными на своих занятиях. Поэтому в будущем такие системы будут работать на интеллектуальном уровне. И после сегодняшнего занятия я призываю, чтобы вы начали работать над формированием плейлистов, на все видео, которые находите и считаете полезными и важными в дальнейшем образовании, добавляли. Потому что чем раньше вы это сделаете, тем больше мы сможем построить экспертную систему, в которой действительно мы сможем передать нашим детям те видеоролики, те видеоролики, которые мы считаем нужны. Потому что наблюдая за своими детьми и за тем, как работает рекомендационная система, встроенная в YouTube, человек может прийти на YouTube, посмотреть одно видео, которое ему необходимо и отвлечься на несколько часов, смотря различную ерунду, которые вообще не относятся к образовательным процессам. Но если человек заходит на плейлист, в большинстве случаев ему будет следующее видео автоматически воспроизводить из того плейлиста, на который он зашел. И этим вы будете сохранять внимание своих учеников на коже. И теперь, то есть, тот важный момент, о котором я хотел вам рассказать, так, это я оставлял, если останется у нас время, времени у нас сегодня еще не остается много, это то, как мы можем добавлять наше видео в плейлист автоматически, да? То есть, как добавлять? Мы будем использовать пункт автодобавления. Я смотрю, у меня презентация не добавилась к этой ссылочке как автодобавление, поэтому я перемотаю вот сюда и вот так, 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 вот в настройках плейлиста вы должны нажать вот эту вот кнопочку автодобавления. И в это автодобавление вы дописываете те слова, которые вы хотите, чтобы, когда вы публикуете свое видео добавлялись в ночь на плейлисте. То есть, раньше я располагаю, у меня, к примеру, его учится в седьмом классе, я располагаю для него видео в его индивидуальном плейлисте, чтобы он мог рассматривать поедите уроки, и это видео автоматически проявляется в плейлисте для всех синхронов. аналогичным образом, когда я запускаю каждый год курс поедет, я добавляю самые лучшие видео, которые были записаны мной или найдены на каналах других авторов, и эти видео добавляются на плейлист по умолчанию. И потом, каждый раз, когда я записываю видео, проводя какое-то свое диспункционное занятие, оно автоматически добавляется в этот плейлист. То есть, вам всего лишь необходимо дописать при названии видео какой-то код, который будет вам пасть. Только вам понятен, например, мы дописываем код D135, и это видео автоматически появляется в курсе, в видеокурсе подготовки кибра. И таким образом, когда вы потом интегрируете этот плейлист на свой веб-сайт, в свое левом менеджмент систем, ваше уже система будет динамической, живой. То есть, вам не надо будет заходить вручную еще в систему, заходить и добавлять отдельную тему, потому что это видео уже добавилось в тот плейлист, который интегрирован, то есть, виден в отдельном окошке на вашем сайте, ваше системе и он динамически обновлен. то есть, к примеру, для сегодняшнего занятия на своем канале я создал плейлист для дистанционного преподавателя и я хочу запустить такой небольшой онлайн-марафон, как у нас многие любят делать, это я по образцу дистанционного репетитора и тут и по-моему, Александр всегда создает курсы по такому направлению. Я запускаю такой марафон. То есть, если мы зайдем на этот плейлист, то запись сегодняшнего вебинара, запись других инструментов будет доступна. И тем, что сегодняшний вебинар, который бы хотели поработать со мной совместно над созданием такой экспертной системы, которая будет приносить пользу нашим деятелям и всему следующему поколению по отбору нудного качественного контента среди всего этого мусора, мне хотелось с вами запустить. То есть, кто-то переживает, что этого YouTube не будет, я отдельно расскажу, как одним нажатем периодически сохранять все новые появляющиеся видео. Если кто-то имеет другие какие-то сомнения, то я прошу высказывать свое мнение и так далее. Поэтому я пост в данный курс, кстати, я уже опубликовал в данный курс тот сервис, над которым я работаю. Я наблюдаю за теми публикациями, которые действительно вот так на уровне энтузиазма, трудительными создания интеллектуальных систем, и я хотел бы, чтобы если кого-то заинтересует создание такого инструмента, который помогает прийти на ваше занятие и в автоматическом режиме запускать записи, останавливать все необходимые. То есть вы, когда проводите видео вы можете точно так же добавить несколько команд, которые подключены. Потому что, если преподаватель говорит, обратите внимание, автоматически включается видео. Или, к примеру, как любят говорили, запишите. я думаю, мы живем в 21 веке, и компьютер может распознать голосом. Если он слышит запишите, значит, включает автоматическое запись. Это никакой не фокус, это действительно так все работает. У меня, к примеру, сотовый телефон аналогичным образом. Так, сейчас переключу. Так, я вам покажу. Вот он, мой сотовый телефон. Если я ему говорю голосом, начать запись. Запись видео. Видите, и он услышал мой голос, и пошла запись видео. То есть, автоматически система будет распознавать голос, записывать ваши видеоуроки. То есть, вполне возможно, мы запрограммируем снова эту систему, чтобы при определенных ключевых словах, она добавляла эти видеоуроки в ваши плейлисы. И после этого автоматически интегрировала ваше learning менеджмент систем и различные все сервисы, которые вы создали. Поэтому сегодняшнее мероприятие я подвожу к концу. Кого заинтересовало создание такой системы, прошу писать лично. Что еще, как вы? Ну, есть, я вот наблюдаю за теми ребятами, которые занимаются этим. Вот Павел слезарев, я наблюдаю, он много лет, много лет мы уже с ним так дистанционно видим, он работает над такими сервисами, которые позволяют преподавателям. Много есть различных компаний, фирм, мне просто не нравится то, что все сейчас работают в условиях абсолютно секретом. Все готовят какие-то продукты в течение нескольких лет. Ну, просто я понимаю, конечно, бизнес, это как военные действия здесь все работают так секретно, да, и вы наблюдали за тем, как может мгновенно появиться какой-то инструмент у Яндекса, и потом сразу же выходит этот инструмент у Гугл. То есть, окей, Гугл, да, Яндекс не растерялся, они выпустили свои слушатели и так далее. То есть, создание таких интеллектуальных инструментов занимает очень долгое время. Я начал работать над ними еще в 2008 году, когда появились скорости, в помощи которых вы можете передавать, трансферировать видео. То есть, мы сейчас находимся в прямом эфире. То есть, сейчас в прямом эфире находятся, наверное, сотни тысяч человек, все что-то вещают. Как не захлебнуться в таком информационном потоке? Мне было интересно в таком же начале. И я начал исследовать такие инструменты. и действительно, кроме людей никто ничего не может построить. И поэтому сегодняшнее занятие мне бы хотелось подвести тем, чтобы все смогли, ну, я считаю, вас решающими, может быть, дар экспертами в РНГ, подобавлять те видео, ролики, видеоуроки или то, что вы хотите посоветовать своим ученикам для просмотра в отдельную плейлисту. Потом поделиться этими плейлистами с вашими коллегами, чтобы как-то и транжировать, то есть отраслировать популярность. Ведь та популярность, наибольшее количество просмотров это не есть хорошо. И как показать это детям, у меня остается вопрос открытым. То есть они пока смотрят то, что навязывает этот материальный мир. Но мы должны смотреть намного дальше. И если вы заняты образованием, то вы можете как раз создать так, чтобы наши студенты на ютубе не страдали ерунду, а использовали любую в образовательных целях. Использовали любой другой сервис по расположению видеоконтента. мы можем где хочешь публиковать видео, но главное, чтобы потом эти видео были просмотрены в научном порядке. в таком порядке, в котором ваши слушатели отходят и пройдут все необходимые, пройдут и сделают все необходимые действия. То есть данные видеоролики вы сможете подключать и в системе тестирования, которая у вас запитана. Ведь меня тревожит то, что мы запускаем тесты, тестируем, тестируем, тестируем ребят. А много людей тренируется над тем, что если человек ошибся, показать ему, как нужно сделать. Не потом, не через 10 лет, а как вы показали другу, делай вот так. Да, дать ему к примеру 5 попыток, 3, 7, сколько вы посчитаете нужным, чтобы самостоятельно подумать, а потом чтобы он не забыл, ну, или можно запрограммировать, чтобы он подумал еще день или два, но чтобы этот вопрос он не забыл и показать ему ответ, решение, пример, и так далее. То есть автоматически включить записанное видео по подготовлению для вас видео. Поэтому в добрый путь, господа. Надеюсь, вы после сегодняшнего вебинара создаете свои экспертные системы, о том, как их интегрировать, то есть, к примеру, есть технология Google, да, то есть, есть ребята, я встречаю много ребят, которые действительно создают, и мы с коллегами периодически встречаемся, сейчас, конечно, все чаще в онлайне встречаемся, и обсуждаем эти проблемы. Есть у Google такие технологии, поэтому пройдите там курс, если что-то будет непонятно, там на английском языке они предоставляют курс. Я хочу перевести этот курс на русский, здесь показать, как использовать можно технологии Google. У Microsoft хорошая Google for Education есть у Google и Microsoft for Education технология Google. У всех компаний, крупных корпораций, у них есть отдельные сервисы, к примеру, Samsung, они вообще предполагают такие сервисы, чтобы использовать и планшеты, к примеру, планшеты, которые имеют рукописный борт, и в будущем вы будете писать компьютер автоматически распознавать. то, что пишут ученики на ранних стадиях каждому обучающему. Начинается формирование хорошего очерка, потом исправление ошибок. Почему сложно иногда научить? Потому что ученик начинает делать что-то неправильно и это сложно распознать. Если работать над этими системами, которые будут помогать автоматически проводить в дальнейшем занятия, каждый преподаватель сможет акцентировать, то есть тратить это время на обучение, а не на преподавание. Ну что, спасибо за внимание. Павел, Павел, вы нас слышите, прошу завершать данный вебинар. Я с вами на сегодня прощаюсь, желаю всем успеха. До свидания. Давайте поблагодарим вебинар. Я думаю, он поднял достаточно актуальную тему. Возможно, кто-то из вас, кто впервые столкнулся с данной проблематикой сегодня, почерпнул достаточно знаний для того, чтобы продолжить дальше свою работу. От себя хотел бы сказать, что я подготовил уже сертификаты за данный вебинар. Кто хочет, может их приобрести за небольшую плату 129 рублей на вот этом вот нашем сайте. Прощаюсь с вами и напоминаю, что вебинары у нас проходят каждый день. На этой неделе у нас еще три вебинара. приходите, будет интересно. Добро пожаловать в Директ Академию. До свидания, до новых встреч. До встречи.